В преддверии Международного дня пожилого человека на Зелёном острове в Черкесске открыли Серебряную аллею, которая станет символом старшего поколения нашей республики. 50 саженцев мы посадили. Надеюсь, все приживутся, будем ухаживать, будем соревноваться. Мы надеемся, что будет какой-то даже игровой момент. В знаковом мероприятии приняли участие благотворительный фонд Доброгорец, на базе которого и открыт региональный центр Серебряного волонтерства, отделение Народного фронта, региональный Минтруд, коммерческие и некоммерческие организации, а также специалисты Пенсионного фонда России. Сегодня вот такое знаменательное событие в парке культуры и отдыха Зелёный остров, который является центром отдыха наших горожан, жителей нашей республики, состоялось открытие вот такой вот аллеи. И, конечно же, мы пришли помочь, поучаствовать и поддержать наших уважаемых Серебряных волонтеров. 50 санженцев боярышников уже следующей весной будут радовать горожан своим цветением. А ко всему прочему, это будет не просто красивое место, оно ещё и пользу будет приносить. Ведь осенью тут можно будет собирать лекарственные плоды. Серебряные волонтеры – это те, кому за 50, у кого посеребрила виски седина, 50 плюс, вот это и есть серебряные волонтеры. Ну и вот во знаменовании этого, чтобы росла эта хорошая ягода, боярышник, было решено посадить аллею такую. Это прекрасное занятие, прекрасное мероприятие, поможет в дальнейшем нашим детям, чтобы дети тоже помнили, знали нас и также продолжали нашу работу, нашу деятельность. Чтобы дышалось хорошо людям, чтобы люди могли прийти на Зелёный остров, отдохнуть в этом прекрасном зелёном уголке. С открытием нового сквера на Зелёном острове в республиканской столице появилось не только ещё одно красивое место, но и дополнительный центр притяжения для старшего поколения Черкесска. Беслан Туаршев, Ливан, Задзами, Архиз-24.